Лена проснулась очень рано. Несмотря на то, что этот день не сильно отличался от остальных в смысле праздников и великих событий. Именно он был выбран женщиной в качестве даты великой измены мужу. Ей безумно надоело одиночество и постоянное перешептывание за спиной. Муж до сих пор никак не мог угомониться в плане женского пола. Менял любовниц как использованные носовые платки, не особенно скрывая свои похождения. И кому предъявлять, если теща с одного взгляда на будущего зятя сказала, кобель. В городке, где они живут, Антон является местной достопримечательностью и главным лидером местных донжуанов. Лена давно бы развелась с законным супругом, но останавливал крошка сын Славик. Жизни без его теплых рук и ясных глаз женщина не представляла, да и Антон был без ума от мальчишки, поэтому вряд ли бы согласился отдать сына при разводе. Тем более, что мужчина был известным в городе предпринимателем, владельцем газет и пароходов, а вот Лена пока сидела дома без работы и денег. Так что суд был, можно сказать, заранее проигран. Вот и решила она отомстить единственным доступным ей способом. Тем более, что возраст еще позволял завести отношения или просто позволить себе бурную ночь в чужих объятиях. Проводив мужа на работу, Лена по привычке убрала, разбудила и накормила Славу. Потом позвонила маме и попросила ее забрать сынишку на денек. В подобных просьбах теща никогда не отказывала, тем более, что случались они крайне редко. Лена не хотела расставаться с сыном даже на несколько часов. Поэтому и не сильно рвалась на работу, представляя себе все ужасы детского сада. А их с удовольствием предоставляли мамаши из их дома. Пока теща добиралась, Лена собрала любимые игрушки сынишки, уложила запасную одежду. Прекрасно выглядишь. Глаза прям горят, и румянец пылает, заметила мама, входя в квартиру. Да мы с девчонками решили устроить вечеринку на даче. Соврала Лена. Давно пора. А то сидишь целыми днями дома, ждешь, когда твой с работы придет. А потом, как служанка, ему еду таскаешь и тапочки приносишь. Теща, как и все в городе, была в курсе любовных похождений зяти. Лена привычно пожала плечами и подумала, что сегодня все непременно изменится. После того, как малый и старый отбыли, Лена метнулась к телефону и набрала номер своей бывшей одноклассницы Марины. Маринка работала у ее мужа каким-то замом и хорошо понимала, что приходится терпеть жене босса. Именно она и подбросила женщине идею измены. Не сказать, что в школе девочки были хорошими подругами. Скорее, даже наоборот. Лена была скромной тихоней, ничем не выделяющейся из толпы таких же хорошистов, а Марина была своеобразной звездой их школы. Вокруг нее всегда тусовалась как минимум парочка кавалеров. Вечер она проводила на всевозможных дискотеках, а домашку постоянно списывала на переменах. Отказать Марине не могли даже самые вредные одноклассники. Как девушка смогла окончить школу, оставалась загадкой для всех. Видимо, невероятная харизма Марины положительно влияла и на ее учителей. Встретились женщины совершенно случайно. Пока стояли и болтали на улице, начал накрапывать дождик, так что им пришлось укрыться от него в ближайшем кафе. Там за чашкой ароматного кофе Лена и рассказала о своем одиночестве и изменных мужа. Было бы из-за чего париться. Воскликнула Маринка. Вот мы с мужем давно перестали обращать внимание на походы налево. И живем нормально. Так что вперед, подруга. Сначала Лена даже представить себе не могла, как она сможет обнять другого мужчину, а про дальнейшее ей и думать было противно. Но постепенно идея перестала казаться ей такой уж чудовищной. А вчера ее собственный муж вернулся домой, воняя словно парфюмерная лавка и со следами чужой помады на рубашке. Терпение Лены лопнуло. Тогда-то она и решила принять предложение старой знакомой и оторваться по полной. Маринка ответила на звонок практически сразу. «Давай я заеду к тебе, и мы вместе придумаем план мести», – сразу предложила одноклассница. Через время они уже сидели на кухне, распивая элитный армянский. Когда с бутылкой было покончено, женщины решили отправиться в бар. Марина уверяла, что там даже днем можно встретить неплохие кадры из ценителей настоящих женщин. В помещении было действительно шумно. На красивых женщин обратили внимание практически все имеющиеся в наличии мужчины. Лена с Мариной устроились за столиком, заказали себе по бокалу и нехитрую закуску. Сидели и осматривались. На призывный взгляд тут же откликнулось несколько особей мужского пола, и Маринка вскоре упорхнула за соседний стол. Лена осталась в одиночестве, ее решимость медленно таяла, а когда на стул напротив плюхнулся незнакомый дядечка, решила и вовсе сбежать. Остановила ее крепкая мужская рука, опустившаяся на плечо. Девушка занята. Сказали у нее над ухом, и дядечка как-то незаметно испарился. Женщина обернулась. Над ней возвышался Алексей, красавчик из школы. В свое время он пытался ухаживать за Леной, но та в ужасе отказалась от его внимания. К тому же постоянством Леша не славился. Я присяду, то ли спросил, то ли сообщил мужчина. Разговор шел сначала через силу, но по мере заказа новых горячительных напитков набирал обороты. Леха рассказал, что до сих пор не встретил ту единственную и неповторимую, с которой мог бы жить вместе. И что в этом виновата Лена, разбившая его сердце. А ты где живешь? Спросила женщина. Алексей назвал адрес. Это было совсем неподалеку. Видимо, колебания Лены были сильно заметны на ее челе, потому что мужчина начал нахваливать свою квартиру и собственное умение варить кофе. Наконец женщина решилась. Вот только доехать до его дома оказалась не судьба. Машина заглохла где-то около гаражного кооператива. Леша сказал, что ничего страшного, его гараж совсем рядом. Сейчас подтолкнем к моему гаражу, перекинем аккумулятор и едем дальше. Лена ничего подозрительного в этом не заметила, послушно выйдя из машины. Леша отыскал знакомого, чтобы помог толкать. Добравшись до гаража, парни открыли капот и принялись шептаться. Лене налили чая. А потом все завертелось, как в кино. Леша предложил Лене сделать массаж, пока его друг сходит за запчастями для машины. Лена была не против. Тем более устала за день. Леша оказался мастером в этом деле и она расслабилась. В какой-то момент она не заметила, как пришел друг Леша. Тот тоже стал помогать в этом деле. Голова совсем пошла кругом, кто бы мог подумать, что в гараже можно выполнить столь качественный ремонт заднего привода. Хотя после всех манипуляций машина все же не завелась, так что когда это закончилось, она вызвала такси. Сообщила мужчине, чтобы он ее не искал и отправилась домой. Особых угрызений совести она не испытывала, поэтому спокойно легла в кровать и сразу уснула. Муж пришел поздно ночью. Милый ты мой рогоносец, подумала она, целуя мужа в макушку. Вот только у супруга была для нее припасена интересная видеозапись. Он подключил флешку к телевизору и продемонстрировал жене ролик, который записала камера в том самом гаражном кооперативе. У Лены затряслись колени, она упала на пол и расплакалась. Муж подал ей вместо платка документы на развод. Оказалось, что ее подруга обо всех разговорах докладывала ее мужу. И тот разработал план мести для столь неблагодарной супружницы. План предусматривал участие двух механиков и камеры для записи всех доказательств. Так Лена оказалась на улице без гроша в кармане. Эту история из жизни рассказала мне соседка по купе поезда. Жизненная история показывает, что у всякого терпения есть свой лимит. Не нужно пересекать определенную черту в отношениях. А вы бы простили такую жену? Напишите свое мнение в комментарии. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я не прощаюсь, а говорю услышимся.